Когда мы работали три дня на проектной сессии, то я очень долго не могла понять, что происходит вообще со мной лично. Я попробую вам сейчас это донести. Я поняла, что есть три проблемы. Три. Первая из проблем, запишите ее. На какой территории мы есть? Потом я распишу, какие территории. На какой территории мы уже есть? То есть со своими структурами, где у нас есть консультанты, то есть где мы работаем, на какой территории. Вторая проблема. На какую позицию приглашаем людей? На какую позицию приглашаем людей? И третья проблема. Это с какой позиции мы сами встаем с консультантами, которых мы пригласили. Потому что, вот сейчас буду рисовать, и вы поймете. Смотрите, существует четыре направления, но это я так их разделила. Смотрите. Почему он хорошо пишет? Не видно. Существует деревни и малые города. Согласны? Да. Я просто буду проговаривать, записывать, а вы записывайте. И малые города. Татьяна, можно третьим составить проблемы? Третья проблема. На какой позиции мы находимся, когда приглашаем людей? Первая. На какой территории мы есть? Вторая. На какую позицию приглашаем? И третья. На какой мы сами находимся, когда пригласили? Смотрите. Есть деревни и малые города. Согласны? Есть еще одна территория. Это крупные города. И мегаполисы. Есть такое? Согласны, что они отличаются, эти две территории? Они очень сильно отличаются. Есть еще одна территория. Это регионы и страны. Есть такая территория? Регионы и страны. Отличается эта работа от деревни и малых городов? Согласны? И есть еще одна территория. Это интернет. Я особенно сейчас знаю, что действительно это интернет-территория, которая дает максимальный ресурс вот сейчас мне. То есть это очень интересная территория. И если ее правильно отрабатывать, то есть шикарная возможность, чтобы приходило большое количество людей. И есть технологии, как работать с ними. Это разные территории. Сейчас пометку себе сделайте, на какой территории вы есть. Галочки себе поставьте. Я просто знаю, что когда я проводила своим консультантам, они сказали, мы вот здесь есть, вот это все у нас нет. Максимальный результат может прийти, если вы действительно на каждой территории, как говорится, встанете, лидера найдете и начнете работать. Согласны со мной? Поэтому, если у вас какой-то территории нету, то задумайтесь об этом и как вы можете это сделать. Если, например, регионы и другие страны, то это можно через интернет или через родственников. Согласны? Или можно так, как вот ездят, как вот Ирина рассказывала. Да? Можно ездить? Почему нет? Когда только зарождался Фаберлик, что делали первые консультанты? Они ездили по городам, по территориям, по странам, чтобы действительно там развить. Очень многие это не используют сейчас. Сели на своих местах и кайф ловят. Согласны? Не, ну разве нет? Поднимите руку, у кого все четыре территории заняты. Ну хотя бы по чуть-чуть. По чуть-чуть. Нижнее чуть-чуть. У меня вот нижнее сейчас пошло, но оно благодаря вот этому, оно пошло вот сюда. И причем люди, знаете как, приходят осознанно. Именно вот с этой территории они приходят осознанно. Они четко понимают, чего они хотят. Они пришли работать. И независимо нянчитесь вы с ними. Ну как вот, разговариваете вы с ними, облизываете вы их или нет. Неважно. Они берут каталоги, они идут сами там. У меня, например, в других городах люди делали флешмоб без меня. Они договорились с лидерами и начали с ними это делать. Ваша задача именно вот на этой территории, чтобы вот эта территория работала и вот эта территория работала. Ваша задача разработать какую-то схему общения, каких-то схему писем. Я вот сейчас работаю над этим. Я просто, знаете как, я прописала одно письмо, отправила людям всем, кто у меня там. Среагировала маленькая, маленький процент. Я взяла его поправила, добавила какое-то слово. Сработало 50 процентов. Я еще поправила. То есть в принципе каждый может под себя подстроить, под свой аватар, под свой образ, подстроить определенное письмо, отправить человеку. Но общение, скайп без проблем у всех есть. Электронный адрес, если у кого-то нету, они прям пишут. Какие еще виды общения? Телефон можно, но это подороже. Есть такая программа Viber, запишите ее, пожалуйста. Она, конечно, не под все телефоны подходит, но эта программа очень хорошо работает. То есть вот я с детьми общаюсь с Америкой бесплатно. То есть у меня 5 рублей за интернет уходит и никаких проблем. Как это выглядит? Я просто, вы подойдете, я лучше покажу вам ее, как она выглядит. Она бесплатная программа. А ничего не платная. Это если человек долго не общается, тогда платная. Нужно перезагрузить и заново ее загрузить, и будет бесплатная. То есть вот есть огромное количество возможностей работать вот с этими территориями, не затрачивая большое количество времени. Это одна из проблем, потому что у многих этого нет. Вторая проблема. На какую позицию мы приглашаем? Помните, мы говорили? Я сейчас напишу те позиции, которые целевые группы, которые я для себя определила. Первая целевая группа – это до руководителя. Это все, кто делает там 150, 600, 1,5 до руководителя. Вы согласны со мной, что большое количество консультантов, пока они не вошли в стадию директора, они могут стоять, могут чего-то забыть, могут где-то не отвечать, не всегда берут ответственность на себя. Если не растут, то они там повисают. Но очень часто мы многие, я не говорю про всех, но очень часто и очень многие приглашают на позицию до руководителя и прописывают маркетинг-план именно до руководителя. Согласны? Как может человек сработать потом, если ему прописали потолок? Наступает потолок, выше которого он не прыгает. Потом, когда показываете потолок следующий, он говорит, ой, нет. Помните, вот почему я благодарила в самом начале, что меня поставили на площадку, и я увидела консультанты, если бы им сразу поставить самую высокую позицию. Вот им сказали бы, нужно бы выстроить пирамиду, и они бы выстроили, потому что они на эмоциях, на энергетике, на радости это делают. Согласны? Да, многие пугаются, как это станет. Это люди, которые пришли как привилегированные покупатели. Я не говорю о привилегированных, я говорю о тех, кому нужны деньги, кому хочется изменить свое. Мы потом будем составлять аватар идеального клиента, вы поймете, о чем я говорю. Вот если пришли люди работать, то не ставьте вот этот потолок. Следующий потолок, который многие ставят, это руководитель или управленец. Это, знаете как, от директора и до бриллианта. Ну это я так утрировала, потому что все-таки больше, чем, выше, чем бриллиант, то это уже совершенно другая позиция, совершенно другое направление, и люди уже совершенно по-другому работают. И до бриллианта. Многие, да, хорошо делают до бриллианта. А что у нас там дальше, ничего нет? У нас там огромное количество денег, ресурсов, громадное количество. Почему мы не предлагаем людям, ну я не говорю про всех, я говорю про многих. Или поднимите руку, кто предлагает генерального партнера? Светлана Заварухина. Озвучивайте. А прописываете ли, показываете ли? Я просто, когда я начала вот это, я поняла, что... А? Можно предложить, но важно, понимаете, не останавливаться вот здесь, не ставить потолок здесь, не ставить потолок здесь. Для многих бриллиант это что-то нереальное. Ну это получается, мы ставим потолок. Ну дойдем мы до бриллианта и встанем, да? Бриллиант, что это такое? Бриллиант это всего 24 бриллиантовые структуры. Ой. Это я все, я уже, я уже подумала туда. Генеральный партнер, 24 бриллиантовые структуры. Опа, ты знаешь, генеральный партнер. Подожди. 30. 24 это партнеры. А, значит, это у меня перед этим было. 30 бриллиантовых структур. То есть, это нужно найти 30 лидеров, которые пойдут до бриллианта. Вторая позиция. Если исходить из этой позиции на приглашение, вот на это. То есть, например, взять и объявить, и ходить целенаправленно это делать, что я сейчас набираю команду партнеров, которые будут вот туда высоко идти. Согласны, нет? Совсем другой результат будет, не вот этот вот. Смотрите, какой еще есть момент. У нас в компании есть предприниматели. Почему не приглашать на предпринимателей? Это практически второй линейный бизнес. Это агентские пункты. Согласны? Я, конечно, понимаю, что это в маленьком есть информате, в 100% никак. Я вот здесь вот подумала и сейчас разрабатываю. Выходить на предпринимателей, чтобы они открывали агентских несколько пунктов в разных городах. Им это будет интересно? А? Сеть АП. Причем не только вот на этой территории. На этой территории, на этой. Если человек действительно имеет инвестиции, если у него есть доход, и он готов что-то такое глобальное сделать, зачем ему предлагать продукцию, которую нужно продавать? Почему бы ему не предложить вид деятельности вот линейный? Они все хотят продавать. Замечательно. Ну вот, например, мужчины-предприниматели, которые... Знаете как? У меня приходил один мужчина, когда я давала бизнес для мужчин, я давала такое объявление. Ко мне приходило огромное количество разных мужчин. Прям замечательно приходили. Кто-то приходил познакомиться, кому-то нужен был дополнительный доход, кто-то остался. Это у меня опыт был. Но один предприниматель ко мне пришел, и я говорю, у тебя сеть магазинов в нашем городе, зачем тебе это надо? Он говорит, не скучно. Мне деньги деть некуда. Я хочу чем-нибудь таким серьезным, интересным заняться. Я ему предложила. Он сказал, я подумаю. Он не остался. Он не сделал. Но это был один. А если предложить предпринимателям, которые занимаются... Знаете, какие у нас сейчас предприниматели? Галочка. Держат маленький магазинчик, зарабатывают меньше, чем мы сети Вики... Да. Да. И постоянные вложения. И если предпринимателя пригласить вот на эту позицию, как сеть, причем тут практически не нужно инвестиций, а он может быть управленцем, он может найти людей, которые будут держать эти точки. Согласны? То есть поднимите руку, у кого есть на предпринимателе, кто приглашает. Молодцы. Я предлагаю вам подумать вот в этом направлении. Есть еще один момент, от которого вот я безумно была благодарна Борису Марковичу Островскому. Я сейчас вот здесь вот нарисую, потому что здесь будет то же самое. Смотрите. Он нарисовал. Вот есть предприниматели, есть инвесторы, и есть собственники активов. Вот они соединены. То есть предприниматель – это тот, который держит. Инвестор – это тот, который вкладывает инвестиции и который получает дивиденды. Собственник активов имеет все. Вот скажите, пожалуйста, кто приглашал на собственника активов? Вот эта позиция, она самая максимальная, потому что у него, у собственника активов, есть и руководители, до руководителя, у него есть и бриллианты, у него есть предприниматели, и он находится на всех вот этих территориях. То есть, если пригласить на эту позицию, конечно же, объяснив ему, что у него будет возможность перехода. Вначале мы сделаем с тобой вот это. Через какое-то время мы сделаем с тобой вот это. Через какое-то время мы с тобой сделаем вот это, и тогда ты станешь собственником активов. Я буду являться для тебя инвестором в плане информационном, поддержки. Инвестиции – это же не всегда деньги. Инвестиции, время, то, о чем вчера рассказывали. Да? Вот на эту позицию, если пригласить крупных бизнесменов, или человека, который хочет максимально изменить свою жизнь, максимально сделать что-то такое глобальное, и сюда очень хорошо приглашать тех людей, у которых возрастная категория, знаете как, уже поджимает, что вот, и скоро я уже никак. Мне уже захочется отдыхать, но мне нужно стать чем-то большим, и у меня есть огромное желание. То есть у человека ограниченное время, но у него очень большие ресурсы, амбиции. Вот если вы ему это предложите и распишите вот это пошагово, не то, сколько ему надо сделать баллов. А как сделать, например, до руководителя? Сколько до руководителя? До директора? 30 человек по 100 баллов. До руководителя. Ну зачем вот, вот, вот. Вот, я не знаю, я, может быть, не права, но у меня вот на самом деле, у меня просто стоит планка в 50 лет воспитывать внуков и достичь большой квалификации. Я не говорю, что я это сделаю, но я к этому иду. Я, по крайней мере, сейчас выстраиваю площадку, фундамент того дома, который будет самостоятельно потом расти. Потому что, когда я перешла в интернет, очень многие мои консультанты в моем городе меня потеряли. Ну знаете, самое удивительное? Тех, кого я отпустила, с которыми я нянчилась, которые привилегированные покупатели, видимо, я их настолько задергала, что они стали делать по 100 баллов самостоятельно. А от меня они уже потом бежали, потому что я, видимо, от них, давай, 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 давай. А многие мне конкретно говорили, мы очень часто не воспринимаем то, что говорят люди. Они говорили, я не хочу строить бизнес, оставь меня в покое. Я говорю, у тебя потенциал, вот о чем можно говорить. На самом деле, вот как только я их отпустила, они стали делать 100 баллов, начали приводить людей. То есть у них информационный блок есть, который я дала. Хотят, приходят на обучение, но они это делают. Но зато лидеры стали более самостоятельны. Они сами стали, именно то, чему я учила столько времени, они стали сами выстраивать, они стали планировать, они стали анализировать. То есть появился ресурс конкретный, который не падает с определенной планки. Мне как-то однажды Светлана Заварухина задала вопрос, какую планку ты не можешь, вот ниже которой не можешь плинтуса упасть. Я была ей благодарна, я определила для себя. Но я задала тот же вопрос своим консультантам. Ниже какой планки не можешь упасть. И они, знаете, себе записали, они теперь корячатся, даже если у них не получается. Независимо, есть продукт, нету, плохой месяц, неплохой, неважно, много акций или немного. И вот благодаря тому, что вы становитесь здесь и становитесь вот здесь и начинаете работать на несколько территориях, вот эти люди начинают к вам тянуться. То есть вы становитесь вектором тяги, за которым хочется идти. Потому что когда я прихожу в офис, и когда они меня видят, у них такое счастье безумное, они начинают меня атаковать вопросами, а это, а когда мастер-класс? То есть не я их зову уже на школу или на какие-то, Таня, когда ты нам это дашь, нам это вот это надо, нам вот это надо. Сейчас я из-за того, что понимаю, что у меня очень много времени уходит в интернет, обучение, я просто-напросто сейчас делаю плазму, покупаю плазменный телевизор с интернетом, делаю ремонт в своем офисе, устраиваю, ставлю плазму, пусть собираются, буду вещать. И неважно, в Турции я или где. Какая разница? Все технологии есть. Когда я только начинала, вот сделали мы мероприятие, у нас в МИАСе, Ильмены были, и приехала девушка, у которой было шесть, с шестью людьми, она сделала, говорит, в КАЦУ директор. Я спросила, я не понимаю, как ты это сделал? Она говорит, я очень люблю работать на диване. Я была на диване, мне тяжело ходить, и она построила структуру на диване. А сколько таких людей, которые вам говорят, у меня муж, у меня дети, у меня люди стали обучаться сейчас, вот благодаря тому, что я вот это даю, они сидят дома, я им сбрасываю ссылки, они мне потом задают вопрос, Тань, ты вот это там говорила, а вот как вот это лучше сделать? Почему не использовать этот ресурс? Это по поводу инструментов, это своего рода инструментов. Здесь понятно, проблема. Но есть проблема еще одна. Точно такая же третья проблема, в какой позиции находимся мы. Вот мы приглашаем человека, предположим, на собственника активов, грубо, да? А сами в какой позиции часто? Он скажет, ты вначале сама научись, хотя бы покажи, что ты умеешь, на что ты способна, как я могу за тобой пойти, если ты мыслишь вот этими форматами. Это по поводу развития, по поводу обучения, по поводу того, что неважно, идет семинар или нету семинара, ищите в интернете, ездите на мероприятия, хватайте этот материал, пишите, переделывайте, пусть он будет одинаковый, сформируйте что-то свое. Почему нет? А еще какие бывают моменты? Да, предположим, человека мы приглашаем, вот до этой позиции, но стоим на этом. То есть я поняла, что очень часто многие консультанты не могут выстроить квалификацию директора не потому, что они не приглашают людей, а потому, что они себя позиционируют совершенно неверно. И когда приходит человек, который хочет сюда, и хочет вот это все, мы ему начинаем говорить, тебе нужно продать вот это, вот это, вот это. Тебе нужно раздать каталоги, и многие уходят только лишь потому, что да, надо раздавать каталоги, но ведь можно предложить другой вариант. Найми определенных людей, пусть они раздадут каталоги. Сколько вообще материала есть? Почему человек должен это сделать? Я объясняю как своим. Вам надо раздать каталоги хотя бы один раз, чтобы вы понимали, чему вы будете обучать. Чтобы у вас был свой опыт, который вы можете передать. Но когда человек приходит именно на высокую позицию, вот вам нужно быть выше. То есть, если вы сюда, вы должны мыслить вот этим масштабом. Если, например, вы сюда приближаете, этот масштаб у вас должен быть. И лучше всего, если каждый будет мыслить вот таким масштабом. И на каждой территории. Тогда не важно, какой человек бы к вам не пришел. Вы можете просто его сразу разделить по целевым группам. Так, мы строить будем как? Все это или только здесь? Здесь без проблем. То есть, это вероятнее всего до руководителя. Если человек принимает вот эту позицию. Можно здесь бриллианты сделать, но малый город, он не необъятный, он заполнится в конечном итоге. Чистое количество населения. Согласны? Если человек, например, говорит, куда ты пойдешь? То есть, вы нарисуйте ему, где ты хочешь быть, какой доход ты хочешь получить. И тогда уже можно прописать именно и временные рамки, и определенные действия на это. Ну, у него будет сразу мотивация определенная. И вы будете знать, как вы будете с ним разговаривать. Может быть, вы будете с ним что-то делать такое, потому что он пришел до руководителя. Ему хочется с вами общаться. Ему классно. Ему нравится продукт. Он будет вам приносить, может быть, по 100, по 200 баллов чисто на продажах. Кайф у него. Ну, зачем его туда-куда-то? Ну, если он пришел именно серьезный бизнесмен, партнер, с которым вы будете строить бизнес. Я, я когда вот это вот все нарисовала, я говорю, я стала приглашать, пробовать. Мало кто соглашается вот на это. Но я точно знаю, что когда я найду вот таких вот 30, или хотя бы 5, как вы думаете, надо ли мне будет его пинать, заставлять обучать, заставлять думать, потому что вот эти люди, они мыслят по-другому. У них, им не важно, если ты тормозишь, он будет самостоятельно это делать. Почему у меня это пришло? У меня есть трое детей, близнецов, и в свое время они уехали в Америку. И уехали попробовать. И вот там жизнь их вот прямо поставила на место. И если до этого они не хотели изучать английский, им пришлось, и теперь они читают на английском, смотрят фильмы на английском. Если они до этого просто хотели работать, заработать деньги, то сейчас они каждый, каждый раз инвестируют в свое обучение и покупают огромные курсы полностью в разных направлениях, что это. И те, кто обучается на моих курсах, вот именно техническое, это все дети. И благодаря им я работаю здесь. И они меня упоминают. Мама, надо вот это. Мама, нужно вот это. Так, ты отстаешь, надо тебе вот это. То есть, понимаете как? Они меня уже мотивируют. И мне иногда приходится и ночью работать, и ролики где-то по ночам записывать. Но суть в том, что, понимаете, это вот как подспорья, то есть, это такая свеча, которая гонит. Найдите такую свечу. Это я по поводу вот этого объяснения. Здесь понятно или есть вопросы? Всем понятно? То есть, вам необходимо просто чисто для себя вот здесь себя проанализировать.